В чем была истинная причина трагедии 12 августа 2000 года подлодки и почему о ней почти никто не знает? Был ли шанс спасти моряков, которые выжили после взрыва на подлодке? Почему все-таки взорвалась торпеда во время учений? Давайте разбираться. Сегодня я хочу вам рассказать то, что смог найти про трагическую гибель российской подлодки Курск. Поделюсь с вами действительно авторитетным мнением Валерия Рязанцева, который на момент гибели подлодки был заместителем начальника главного управления боевой подготовки по военно-морскому флоту. Валерий Рязанцев написал книгу про аварию Курска. Большую часть информации я взял из этой книги. Отдельно хочется сказать, что Рязанцев высказал свое мнение по поводу трагедии по приказу вышестоящего руководства. За свое видение трагедии Валерий Рязанцев потеряет свою карьеру. Валерий высказал то, что от него не хотело услышать руководство. Он сказал истинную правду, которая не устроила политическую сторону трагедии. Но, как всегда, обо всем по порядку. Проблемы морского флота, снежный шар трагедии, начал копиться гораздо раньше, чем может показаться. У послереформенной России осталось очень много болячек, которые сыграли злую шутку во всей ситуации. Банальная нехватка денег, которые были очень нужны в МФ России. Валерий Рязанцев легко описывает состояние флота на тот момент. Корабли и подлодки просто стояли. Ни топлива, ни ремонта, ни персонала и подготовленных военнослужащих ничего не было. Многие увольнялись, потому что работать в таких условиях было невозможно. Денег нет, жилье невозможно получить, еды не дают. Боеготовность флота падала с каждым днем за два года до трагедии. В 1989 году, как пишет Рязанцев, он был на Северном флоте и наблюдал за готовностью первой флотилии подводных лодок, в которую входил Курск. Отдельно замечу, что все показатели, которые выдавала флотилия, были чрезвычайно завышены, особенно уровень торпедной подготовки. Со слов Валерия. Как он потом поясняет, он был абсолютно с этим не согласен, из-за многочисленных нарушений устава. Предпоследний поход, разумеется, было запущено официальное расследование по факту гибели подлодки, как потом оно заявит. Одна из первопричин была малая подготовка экипажа. Они проводили лишь 12-14 суток в год под водой. За три года они лишь единожды провели упражнение с запуском торпеды. За девять месяцев до катастрофы подлодка отправилась в свой предпоследний поход. После его окончания о нем говорили на всех телеканалах страны. Это было настоящее чудо, да и тем более поход был в Средиземное море. После похода командира Курска Геннадия Лячина представит к званию Героя России. Но, к сожалению, свое звание он получит уже посмертно. Михаил Моцак, начальник штаба Северного флота, произнесет пламенную речь в честь успешного завершения всех поставленных перед Курском задач. С этого дня подлодка простоит на одном месте 8,5 месяцев из-за очередных проблем с финансированием флота. После такого длительного простоя весь экипаж должен повторно пройти подготовку для службы на подлодке. Но этого, разумеется, не происходит. Более того, большую часть экипажа пришлось заменять из-за многочисленных увольнений и переводов на другие подлодки. Новоиспеченный состав абсолютно не понимал устройства новой для себя техники. В это же время объявляются новые образцово-показательные учения флота, где Курск должен был произвести тренировочный залп торпеда Микит, торпеда 65-76А, по мишеням противника, который изображал собой крейсер Петр Великий. Но к этому я скоро вернусь. Хронология событий, материалы следствия. Торпеды загрузили в подводную лодку за 9 дней до начала похода. Все торпеды стоят на специальных стеллажах и подключаются к системе дегазации. К такой системе начальник команды Эльдаров должен был подключить и кита. Но поскольку сталкивается с таким типом торпед впервые, то не смог этого сделать, попросив о помощи торпедиста с соседней подлодки. Все прошло успешно, но это очередной раз показало абсолютную неподготовленность экипажа. 11 августа в 22 часа 30 минут Курск в последний раз отходит от своего причала и отправляется в свое последнее плавание. Вместе с ним на место учений отправляется крейсер Петр Великий, на котором находился командующий Северным флотом Вячеслав Попов и несколько других кораблей-мишеней. По четко составленному плану время атаки 12 августа было в пределах с 11 часов 40 минут до 13 часов 20 минут. Курск после обнаружения должен дать залп учебной торпедой по противнику. В 11 часов 30 минут акустические системы на Петре Великом улавливают шум, очень похожий на подводный взрыв. По правилам об этом сразу докладывают Вячеславу Попову, но вдумайтесь, реакции никакой не было. Учения продолжаются. После 13 часов 20 минут Курск так и не дал торпедный залп и не вышел на связь. Реакции командования нет. Вячеслав Рязанцев поясняет, что по нормативным документам Курск был обязан в течение часа, до 14 часов 20 минут максимум, подняться на поверхность и доложить об результате стрельб, даже если их не было. В 14 часов 20 минут ничего не было доложено. В таком случае руководитель стрельб должен был объявить подлодку аварийной. Этого не произошло. Спустя три часа команда Петра Великого начала сбрасывать сигнальные мешки бомбы, которые были обязательным условием для всплытия подлодки, но Курск так и не вышел на связь. Никакой реакции от командования не последовало, подлодка до сих пор не объявлена аварийной. Командующий Попов на вертолете улетает с крейсера, зная, что с подлодкой что-то не так. Спустя еще три часа в небо была поднята авиация, которая ничего не обнаружила. И только после этого, когда все окончательно поняли, что что-то идет не по плану, в 23 часа 30 минут подлодку объявляют аварийной. Только через двое суток информация доходит до граждан страны. Забавен тот факт, что людям говорили, что Курск лег на дно моря, но проблема была в том, что подлодки проекта 949 Антей, которым относился Курск на дно, не могли лечь, потому что это не было предусмотрено их конструкцией. По ТВ говорили, что все живы, люди начали собираться и требовать правды. Официальная версия трагедии, как заявил военный следственный комитет, авария произошла из-за торпед Кит, которые погружались на подлодку. Рассказываю простым языком, в чем была проблема. Нужно усвоить один фактор. Кит — это торпеда, которая взрывалась благодаря мощнейшей реакции перекиси водорода со взрывчатым веществом. Так вот. 1. Отсек учебной торпеды без боевого заряда, где был баллон с перекисью водорода, был поврежден в месте сварочного шва. 2. Из этого шва вытекла перекись, которая среагировала со смазкой в торпедном аппарате и лакокрасочным покрытием самой торпеды. 3. Произошла мощнейшая реакция и взрыв из-за давления, образовавшегося в аппарате. 4. Из-за взрыва погибает весь экипаж, находящийся в первом отсеке подлодки. Также взрыв разрушает носовую часть торпедного аппарата. 5. Из-за этого начинается пожар, который длится 2 минуты и 18 секунд. За это время из-за температуры начинают взрываться боевые торпеды. У Вячеслава Рязанцева возникает сразу несколько вопросов. Но давайте по порядку. 1. Почему за то время, пока подлодка полторы недели стояла с торпедами на борту, из якобы поврежденного шва не капала перекись, а за 3 часа в торпедном аппарате внезапно начались протечки? 2. Как мог был произойти взрыв с дальнейшим пожаром, если в то время, когда торпеда готова к пуску и находится в торпедном аппарате, именно этот торпедный аппарат полностью заполнен водой? 3. Почему безумно мощный поток воды, который поступал в первый отсек из-за пробоины, не потушил пожар, который длился целые 2 минуты, если гораздо раньше он бы заполнился водой? Ответа на эти вопросы он уже никогда не получит, потому что правительство устраивает та версия, которую подстроила для них официальная следственная группа. Более того, Рязанцев обнаружил поддельные документы о том, что были проведены работы по обезжириванию торпедных систем, которые не давали опорочить имя правительства. Была созвана комиссия, которая проверила, являются ли подписи комиссии поддельными. Ответ был неутешительный, документы были поделаны. Что было причиной по версии Рязанцева? В торпедах используются баллоны с сжатым воздухом, в которых иногда падает давление, это абсолютно нормально. Давление восстанавливают благодаря трубопроводам с сжатым воздухом, которые закачивают в баллоны торпеды. Но по версии Рязанцева, по этому трубопроводу шел технически грязный воздух, который был засорен частицами мелкой пыли и грязи. Торпеда имела уникальное строение. У нее был предусмотрен кран, который должен быть закрыт во время хранения на стеллаже, чтобы сжатый воздух не вышел из баллона. Но во время погружения в торпедный аппарат его необходимо было открыть, но воздух все равно не должен был покинуть баллон из-за дополнительной защиты, из-за которой и произошла трагедия. Дополнительной защитой является курковый воздушный клапан, который срабатывает автоматически, когда торпеда выпускается из торпедного аппарата. Но если в торпедном аппарате он будет хоть чуть-чуть открыт, то весь грязный воздух из баллона начнет поступать в отсек с окислителем, перекись водорода, начнется сильнейшая реакция, которая приведет к мощному взрыву. Чтобы всего этого избежать в инструкции, четко прописано, что нужно особенно внимательно следить за курковым клапаном, во избежание аварийной ситуации. Но неподготовленный экипаж, разумеется, ни о каких инструкциях не знал. Происходит мощный взрыв, который вывод из строя весь пункт управления подлодкой, который находился во втором отсеке, сразу после торпедного отсека. Подлодка начинает идти на дно. Еще один взрыв. А теперь кратко. В торпеду закачивают грязный воздух, курковый воздушный клапан оказывается открытым, грязный воздух начинает реагировать с перекисью водорода, взрыв пункт управления уничтожен, подлодка падает носом на дно, детонируют боевые торпеды в носу первый и второй отсек подлодки, больше не существуют выжившие в девятом отсеке. Можно ли было их спасти? Многие СМИ говорят, что на подлодке в девяти отсеке были выжившие, которых можно было спасти. Но так ли это? Говорят, что два с половиной дня фиксировались удары металла об металл. Но Рязанцев вносит ясность в эти слова. Удар передавался по аккумуляторному передатчику, на который был записан стук молотка. Против того, что моряки жили два с половиной дня, говорит еще один факт. Слишком мало записок, их обнаружено всего три штуки. Ольга, я тебя люблю, не переживай сильно. Привет. Моим привет. Здесь темно писать, но на ощупь попробую, шансов похоже нет. Будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. Здесь список отсеков, которые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет. Отчаиваться не надо колесников, милая моя Наташа и сынок Саша. Если у вас это письма, значит меня нет, я вас обоих очень люблю. Наташа, прости меня за все. Сашуля, будь мужчиной. Я вас крепко целую. В девятом отсеке 23 человека. Самочувствие плохое. Ослаблены действием угарного газа при борьбе за живучесть. Давление в отсеке 0,6 килограмм на квадратный сантиметр. Кончаются в 64 регенеративные патроны для получения кислорода. При выходе на поверхность не выдержим компрессию. Не хватает брасовых ремней ИДА, индивидуальный дыхательный аппарат. Отсутствуют карабины на стопор, фале. Необходимо закрепить буй в южку. Протянем еще не более суток. Из-за длительной задержки спасти выживший экипаж больше невозможно. Все 118 членов экипажа умрут. Через 8 дней к подлодке опустятся норвежские водолазы, которые будут помогать России в спасательной операции. Никого из выживших обнаружено не было. Миф о том, что подлодка врезалась в американскую или вообще была ею подбита. Дело в том, что в официальной версии следствия нет никакого объяснения вмятинам и царапинам на корпусе подлодки. Из-за слуха многие по сей день думают, что подлодку потопили американцы. Но этот миф можно легко развеять. Помните, я говорил, что подлодка пошла носом ко дну, а когда коснулась его, то произошел новый взрыв. Так вот, из-за этого взрыва подлодку отбросило ударной волной, и ее корпус был разбит из-за объектов, которые лежали на дне моря. Вот и весь секрет.